Дорогие друзья, у нас в гостях бывшая заведующая отделом искусств, ветеран труда Никанорова Анна Владимировна. Очень хороший человек. Анна Владимировна, весь ваш трудовой стаж прошел в стенах нашей Мордовской республиканской библиотеки. И в связи с этим хотелось вам задать несколько вопросов. Анна Владимировна, Мордовская республиканская библиотека для вас это что? Это прежде всего культурный центр всей детской библиотечной работы Мордовии. И конечно же здесь работали и работает много друзей и коллег. Наша библиотека, республиканская детская, была одной из лучших библиотек России. Нашу библиотеку знали не только в Российской Федерации. Очень хорошо относились в Министерстве Российской Федерации в Москве. Валентин Петровна, нашего директора, знали и в Министерстве Советского Союза. Тогда был еще Советский Союз. Вот поэтому, конечно, это прежде всего культурный центр детской библиотечной работы. И такого отдела и такой библиотеки, как наша, не было в республике. Анна Владимировна, а расскажите о самых ярких моментах в своей работе. Ну, ярких моментов было очень много. Во-первых, я помню, как я пришла сюда. Я была каким-то, ну не знаю, можно так выразиться или нет, но скромным, наверное, человеком. Одна постеснялась прийти. Пришла с мамой. Экскурсию проводил Валентин Петровна-Будасов. Она очень подробно показала все отделы, рассказала, какие задачи стоят. И порекомендовала вначале мне отдел к вашему школьному возрасту. Потом Конечно, моментов много было. Помню я и свою первую командировку. Первая командировка была... Интересной. Интересной, да, интересной. Меня послали в замдиректора и с методистом Торгеева. Вот. Валентина Петровна накануне вызвала нас и сказала, чтобы вы, новенькой Никаноровой Ане Владимировне, ничего не подсказывали, чтобы она сама по памятке проверила работу, потом написала справку, и чтобы вы за нее ничего не делали. Справились вы с этой работой? Ну, я думаю, справилась, да. И потом что выяснилось, что оказывается, человек, с которым я беседовала и которого я проверяла, она оказалась женой высокопоставленного чиновника. Значит, все у вас получилось, да? Ну, я думаю, получилось, да. И потом написали справки. Вот. Все как нужно. Ну, я считаю, что я справилась. Замечательно. И еще, конечно, вот, 72-й год, это как раз я год проработала, это агит поезда. Там мы тоже были две недели. Это, опять же, Торбельский район и Зубово-Полянский район. Там проверяли работу библиотек. У нас был агит-поезд, возглавлял лавком партии. Гребачок Александр Иванович, лектор-международник. Было 10 автобусов. Били и зубные врачи, и книжная лавка, и продуктовая лавка, артисты с завода, с электроуприметера. Так что... Очень... Ну, интересно. Интересно, интересно, да. Много было людей интересных. Да, да. Аладдин, еще вопрос. Кого из своих коллег, профессионалов вы вспоминаете? И кого вы считаете своим учителем? Если можно, несколько слов об этом. Прежде всего, своим учителем я считаю Ирину Георгиевну Ковальчук. Потому что она моя первая заведующая. Но я никогда не стеснялась обращаться ко всем сотрудникам. И к Маре Максимовне Мудровой, и к Чихомировой Надежде Валентиновне, и к Раис Петровне Гузановой. Если мне что-то было непонятно, если мне что-то было непонятно, я всегда подходила и спрашивала. Они помогали нам всем. Они все были асы, асы своего дела. Всегда они очень с добром подсказывали, что и как лучше сделать. Аладдин, вы очень много лет проработали в должности заведующей отделом искусств. Что для вас этот отдел? Прежде всего, этот отдел – Центр культуры и искусства в библиотеке, где работают очень хорошие люди. Отдел искусств – непростой отдел. Когда я начинала работать в этом отделе, он назывался «Нотно-музыкальный сектор». И получилось так, что не осталось одного человека, которые работали там ранее. И мне пришлось начинать все сначала. То есть, там совершенно другой фонд. Нужно было изучать нотную литературу, аудиоизуальные средства, деломатериалы. Помещение было маленькое. Задач стояло очень много перед нами. Работать было нелегко, потому что и маленькое помещение занимал наш отдел первоначально. Где он занимал помещение? Он занимал, где сейчас находится читальный зал младшего школьного возраста. Сложности какие были? Например, дети могли послушать сказку. Ну, пластинок много было. Допустим, сказку мало были. Один с наушниками. Наушники не как сейчас современные наушники, а это аудио наушники, такие примитивные. Обычно только на одного человека этот наушник был подключен. А другой человек приходил, например, послушать музыку. Если в это время пришел педагог из первой музыкальной школы подбирать нотную литературу, ему нужно было проиграть на фортепиано. А ты сидишь, и не только я, но и те люди, которые работали в моем отделе, должны там и изучать, и подсказывать. И, ну, нелегко было, потому что все время шумно, все время шумно в том плане. В таком маленьком помещении просто это тяжеловато было. Вот, вначале. Ну, потом как-то все стало привычным, привычным. Аладяна, и последний вопрос. Что вы пожелаете нам, тем, кто сегодня работает в Мордовской республиканской детской библиотеке? Ваши пожелания. Я хочу, чтобы вы совершенствовались, чтобы наша библиотека была такой же, скажу такое слово, могучей, прекрасной, как и ранее. чтобы она была одним из центров не только Мордовии, но и России. Потому что раньше в нашей библиотеке были, приезжали директора разных библиотек. Естественно, там и дненопы, а это директора разных, разных, разных. Здесь проводились совещания, конференции. Москва всегда благоволила в хорошем смысле, потому что мы вели большую работу. И чтобы наша библиотека дружила с другими библиотеками, как это было ранее. Раньше были хорошими, считалось, Нижегородская библиотека, Вскопская библиотека, но и ряд, ряд других. И чтобы это продолжалось далее. Ну, а сотрудникам совершенствоваться, любить свою работу, любить детей. Ну, к нам ходят не только дети, и педагоги, музыкальных школ. И, конечно, координировать свою работу с музыкальными школами, с музыкальной школой-интернат, с художественной школой. Прививать детям знания, любовь к искусству, чтобы они любили музыку, чтобы они знали композиторов, чтобы они восхищались произведениями искусства, знали художников, знали наших российских, ну, и не только российских, зодчих, зодчих, архитекторов, и многих-многих других. Алладин, большое спасибо за интересную беседу. Желаю вам здоровья. И приходите к нам в гости. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok